Освобождение на три года IT-специалистов от уплаты НДФЛ, а сами компании от налога на прибыль. Льготная ипотека под 5% и отсрочка от призыва в армию. Часть мер, которыми государство поддержало отечественные технологические компании и их специалистов после масштабных экономических ограничений со стороны американских и европейских стран. Здравствуйте, в студии Артем Тарасов. Критичность мировых санкций для российского и донского IT-сектора, в том числе для экспортеров программного обеспечения, возможность импортозамещения и сохранения кадров обсудим сегодня. Тем более гость программы, советник донского губернатора по развитию цифровых технологий, генеральный директор аэрокосмической корпорации «Новый космос» Антон Алексеев. Антон, добрый день. Добрый день, Артем. Рад приветствовать в нашем эфире вот в это такое непростое время. Ну и вначале для понимания зрителей, для погружения их в материал. Сейчас, с учетом мировых всех вот этих ограничений, в какой ситуации находится наш IT-сектор, в частности Донской, и те санкции, введенные против него. Насколько они критичны? Как вы оцениваете? Действительно, сегодня вопрос, скажем так, формирования IT-суверенитета, он является одним из самых актуальных и, с одной стороны, закрытие к ряду продуктов из Америки и Евросоюза накладывает определенные ограничения. Вместе с тем, это позволяет сегодня для всех нас переосмыслить модели, подходы и усилить не только фокус на внутреннее потребление IT-продуктов, разработки соответствующей, но и на так называемый азиатский рынок, на другие страны, которые являются не меньшими по объему потребителями. Конечно, ряд санкций, они могут быть критичными в моменте, что я имею в виду, с точки зрения платежей или же опять с учетом установившихся контактов IT-компаний наших, отечественных, с клиентами из Евросоюза, из Америки. По разным оценкам, которые сегодня эксперты в отрасли предоставляют, количество контрактов в общей сумме, скажем так, IT-компаний, вот того же, в целом по России, нашего региона, может достигать до 40% с точки зрения получения выручки. По другим оценкам, в компании Таганрога, например, они, часть компании были ориентированы исключительно на экспортные заказы. В этом смысле поиск путей взаимодействия с клиентами, продолжения проектов, действительно сегодня сложный вызов, который требует подходов. Но если брать стратегическую перспективу возможности и государственной поддержки, которые только наращиваются в сторону IT и возможности взаимодействия с азиатскими рынками, другими, это позволит усилить наш IT-сектор и вывести его на новый качественный уровень. Ну и для понимания, те ограничения западные, которые уже есть, привели к тому, что мы ускоряем процесс импортозамещения на внутренний рынок и на азиатский, это позволит нам полностью перекрыть или восполнить те потери, которые сейчас у нас сообразовались с учетом того, что больше мы не работаем с западом и непонятно, когда эта работа восстановится и возобновится. Если брать IT-сферу, здесь большое количество продуктов мы еще и потребляем с точки зрения тех же офисных приложений, с точки зрения различных сервисов для контроля бизнес-процесса, лицензии по программам, которые обслуживают сетевую инфраструктуру, конечно, сегодня есть, благодаря надежному сотрудничеству, можно сказать, даже такому братскому сотрудничеству, возможность замещения китайскими производителями и ряда решений по сетевой инфраструктуре и так далее. Но вот этот вот лаг в потреблении, эту задержку, конечно, нужно и собственными силами наращивать ряд решений, типа офисных программ у нас уже есть. У нас есть собственные платформы от государственных корпораций по обслуживанию, например, школьных дневников, есть собственные наработки по телемедицине, то есть такие критически важные программные продукты по системе электронного документа оборота, это уже имеется, обкатано годами, и даже наоборот, сегодня вот эта вся сложившаяся ситуация позволит компаниям из IT-сферы отечественным свои продукты масштабировать в рамках регионов нашей страны. И это большая возможность для многих. Вместе с тем не нужно забывать и про так называемую аппаратную часть, и вот с этим направлением нам требуется кооперация с ведущими производителями международными из тех же азиатских стран для того, чтобы не только у нас был процессор Эльбрус на, скажем так, еще не самой актуальной технологической платформе, а более современные решения, которые смогли бы конкурировать хотя бы с процессорными решениями AMD и Intel, например, трех-пятилетней давности. Вот в этом направлении тоже очень большая работа предстоит по импортозамещению. Об экспортерах наших, в частности донских, вот много ли в Ростовской области IT-компаний, которые оказались под вот этим санкционным ударом, кто работал на зарубеж? В целом, по вот оценкам, которые сегодня у нас есть, проводились компаниями Ростовской области, ассоциациями, общественными объединениями, порядка восьми сотен соответствующих IT-компаний у нас в регионе, устоявшихся, по оценкам, которые сам анализировал по открытым источникам налоговым, их можно насчитать более двух с половиной тысяч. Вместе с тем, если брать общую статистику, такую общероссийскую, я думаю, здесь она коррелирует в среднем и для нашего региона, то количество выручки, которое поступало от США, оно может быть в районе 15% общей выручки IT-компаний. И если брать Европу, соответственно, это еще не меньшее количество средств. Поэтому вот этот вот объем в разных оценках от 30 до 40, может быть, в некоторых случаях больше процентов, он действительно выпадает. Здесь нужно предпринимать решение, каким образом продолжать взаимодействовать с соответствующими клиентами, либо замещать. И вот эти вопросы, они сегодня краеугольным камнем стоят перед IT-сферой. И очень важно, что государство в лице федерального правительства в первые же недели кризисной ситуации именно IT-отрасль рассматривала для мер поддержки. И президент 2 марта уже подписал соответствующий указ, меры, по которому уже начинают применяться. И это очень-очень важно. Ну вот вы со своей стороны видите, насколько вот те меры поддержки, которые, я как понимаю, это был первый, наверное, все-таки пакет мер для IT-сектора уже эффективны, ну и снижают вот этот градус напряженности для, прежде всего, экспортеров в IT-секторе нашем. Да, действительно, у нас сегодня уже есть первые меры поддержки, которые не только касаются отсрочки от армии для соответствующей категории граждан, не только возможность предоставления льготных кредитов по ставке не повышающей 3%. Важно, что сегодня сразу заявили о установлении до 31 декабря 2024 года определенных налоговых ставок, освобождение от налогового контроля, валютного контроля на срок до трех лет и мораторий на проверки для IT-сектора. Это действительно шаг навстречу, шаг для развития IT-сферы. Уверен, что помимо, кстати, даже той же ипотеки, механизм которой сейчас прорабатывается Минцифрой, у нас грядет и новый пакет мер, который уже будет, я думаю, в ближайшее время анонсирован. Конечно, многие сегодня ассоциации, кстати, Рокосмическая корпорация «Новый космос» является членом ассоциации «Русофт», одной из самых старейших в России, обсуждаем разные предложения, которые касаются и оптимизации НДФЛ. Это одного из самых важных в IT-бизнесе налогов. И я думаю, что такими темпами юрисдикция Российской Федерации она сможет не просто выдавать особенные какие-то условия в уникальных случаях, а в принципе законодательство предоставит одну из самых выгодных атмосфер, собственно, сред для работы IT-бизнеса. И мы можем даже, наоборот, столкнуться с притоком IT-специалистов, регистрацией юридических лиц в России. Обсуждаются разные формы, которые могли бы помочь IT-компаниям. Среди них это возможность, например, компенсировать часть расходов по переводу центров продаж российских компаний в другие юрисдикции, или предоставить люготное целевое кредитование российским центрам разработки в дружественных странах с помощью филиалов банков этих стран, или же снизить барьеры при экспорте технологий в ряде направлений, как информационная безопасность, освободить, например, от НДС реализацию IT-услуг иностранным лицам. Ряд разных мер сегодня, именно направленных на так называемый экспорт, вот на эту среду, они сегодня предлагаются, обсуждаются. Антон, сегодня время передачи выходит, но еще много вопросов осталось, которые нужно обсудить, поэтому всех телезрителей приглашаем завтра к экранам телеканала ДОН-24. С вами встречаемся в эфире завтра в это же время. Спасибо. Эта программа доступна на сайте ДОН-24.ТВ. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи.